Точные удары и сильная воля. Марк Игнатенко привык к постоянным тренировкам. Корейское боевое искусство тэквондо привлекло с детства. Сейчас Марк уже опытный спортсмен. Выступает на чемпионатах России и международных соревнованиях. В этом году чемпионат Европы проходил в греческом городе Салоники. Марк встретился с соперниками из Словении, Украины, Италии и Болгарии. Одержать победу и получить золото не помешали даже проблемы с акклиматизацией. К жаркому греческому климату спортсмен привык не сразу. Атмосфера незабываемая на самом деле. Это было круто. Тяжело, конечно. Очень большая конкуренция среди европейских спортсменов. В тэквондо активно используются руки и ноги. Спортсмен должен стремительно наносить удары и ловко уворачиваться от встречных приемов. Выступают хэквондисты в специальной форме. Называется она «Добок». На соревнованиях спортсмены выдержали несколько раундов. Я участвую как в личном первенстве, так и в командном первенстве. В командном спарринге это такой вид, то есть стенка на стенку. Самый престижный, в таком случае, считается. Потому что ты представляешь сборную России. За свои успехи Марк благодарен первому тренеру из Пскова Сергею Порощуку и Владимирскому наставнику Вугару Гусейнову. По его словам, особой тактики на соревнования они с Марком не продумывали. Победы – результат многолетних тренировок. Это второй, после вот чемпионата мира, по уровню соревнования. Туда ездили только первые номера, которые заняли чемпионат России первое место. Почувствовать соперника, обыграть его. Боша техника, хорошие ноги, скоростные и быстрые ноги. Россия и Северная Корея, мировые лидеры Тхэквондо. Золотые медали первенства Европы – очередное тому подтверждение. Впереди у Марка серьезная подготовка. В следующем году спортсмен мечтает выступить на чемпионате мира и получить звание заслуженного мастера спорта.